Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Всех с наступившим Новым Годом! А в наступившем Новом Году жители нашей страны, ну и, конечно же, жители нашей области ожидают много интересного, полезного, и я бы даже сказал, очень, ну, скажем так, полезного в плане, что принесет пользу сбережения их финансов в финансовом мире, потому что наши федеральные власти внедрили и будут внедрять в течение года не только с 1 ноября, а целый ряд мер, которые помогут нашим жителям в принципе вообще проще жить в плане оплаты или других видов оказания финансовых услуг, а кроме того, в плане сбережения накоплений. О том, что это за такие финансовые меры, об этом мы сегодня поговорим с гостями в студии, хочу их представить. Это Вадим Титин, заместитель управляющего отделением Тверь Банка России. Добрый день! Его коллега Анна Титова, ведущий экономист сектора платежных систем и расчетов, тоже, соответственно, отделение Банка России. Добрый день! И Галина Лопушинская, наш постоянный гость, заведующая кафедрой госуправления Тверского госуниверситета и доктор экономической наук. Добрый день! Добрый день! А вы, дорогие телезрители, по мере эфира, а может, прям сразу, как говорится, с места в карьер, задавать вопросы. Телефон 3190, у нас прямой эфир. Все, что вам интересно было спросить у представителей Центробанка, например, вот, пожалуйста, живьем, они вам в прямом эфире обо всем компетентно ответят напрямую. Поэтому 3190 у нас прямой эфир. Ну что ж, какие у нас изменения основные? Например, я знаю, что стартует программа долгосрочных сбережений с софинансированным государством. Это что вот такое? В чем нам государство хочет софинансирование оказать? Да, ну давайте тогда я начну. Стартовала новая программа долгосрочных сбережений с софинансированием государства от государства. С 1 января 2024 года можно любому гражданину Российской Федерации вступить в такую программу долгосрочных сбережений, которая помогает накопить денежные средства на будущее и, кроме того, получить прибавку от софинансирования государства. То есть не только своими личными деньгами поучаствовать, но и государство поможет поучаствовать своими денежными средствами в помощь гражданину. Понятно, что такая сумма не может быть безграничной, есть ограничения. И чтобы присоединиться к программе, нужно заключить договор о долгосрочных сбережениях с любым негосударственным пенсионным фондом. Таких негосударственных пенсионных фондов достаточно много, и с любым, заключив договор, вы можете вступить в эту программу. Государство в течение трех лет будет добавлять на ваш счет, дополнительно софинансировать ваши вложения, но не более 36 тысяч рублей, в сумме равной, которую вы софинансируете. В какой период за 36 тысяч? До трех лет. Эта программа от государства софинансирования действует до трех лет. Любые граждане Российской Федерации от 18 лет могут вступить в данную программу. Понятно, что по этой программе можно также воспользоваться дополнительно налоговым вычетом. То есть те граждане Российской Федерации, которые работают и уплачивают подоходный налог, могут в сумме уплаченного подоходного налога, но не более 13% от суммы, которую они вложили, вернуть дополнительно в свой бюджет. Кроме того, что можно еще сказать? Что ожидается, что в долгосрочных инвестированиях поправку к налоговому кодексу появится еще в 2024 году другая сумма, которая составит 52 тысячи рублей. Не 36, а 52. Ну и получить выплаты можно будет после 15 лет действия этого счета, либо если гражданину исполнилось женщине 55 лет, а мужчине 60 лет по заявлению этого гражданина. Можно и дольше продолжать, но в принципе по достижению этого возраста можно уже дополнительно получить те денежные средства, которые были вложены в данную программу. То есть, если человек открыл такой счет условно в 30 лет, допустим? Да, то 15 лет он должен будет дополнительно откладывать себе на будущую пенсию, и государство будет в течение первых трех лет софинансировать. В дальнейшем государство будет смотреть за текущим состоянием дел, и при необходимости может эту программу либо продлить, либо изменить. Елена Костяновна, а Вы как Вы оцените? Действительно такая помощь тем, кто хочет себе на пенсию что-то отложить? Вы знаете, это же попытка государства уже не первая привлечь россиян к возможности откладывать финансовые средства в негосударственные, вкладывать налоги в негосударственный пенсионный фонд. Первые попытки не очень удались, ну и тут понятно, мы же прекрасно понимаем, что негосударственный пенсионный фонд имеет большие риски, чем государственный. Это государство не разорится никогда, а негосударственный пенсионный фонд может. Тут государство интересную систему, интересный механизм предлагает, вовлекая сюда и финансовые структуры, вовлекая сюда и собственные средства, но, знаете, уровень доверия к негосударственным пенсионным фондам на настоящий момент, мне кажется, не позволит ожидать массовой очереди под открытие таких продуктов, долгосрочных сбережений. Потому что, вы же понимаете, ожидания россиян, связанные с недоверием к долгосрочным вложениям. Как советские облигации. Конечно. Сегодня мы положили, а что будет через 10 лет, это как Дахаджа Насредин готов был за 25 лет научить Ишака разговаривать. Потому что, ну, 25 лет это либо Ишак, либо Падишах, и спросить будет неского. Здесь очень привлекательные условия первых трех лет, но очень высок риск того, что, а с кого потом спросить, если негосударственный пенсионный фонд реструктурируется, обанкротится, уйдет с рынка. Механизм же не продуман. А нет механизма такого разу? Я бы не согласился, конечно, с таким. А не согласитесь? Дело в том, что негосударственные пенсионные фонды работают в строго определенных рамках и условиях. Есть перечень ценных бумаг, в которые имеет право негосударственный пенсионный фонд вкладывать свои свободные денежные средства, то есть те, которые он получает от граждан. Этот перечень ограничен определенными бумагами, как государственными, так и отдельными коммерческими бумагами, акциями, облигациями и так далее. Поэтому, когда вы выбираете негосударственный пенсионный фонд, у каждого негосударственного пенсионного фонда есть соответствующая отчетность, которая должна публиковаться. По этой отчетности вы можете посмотреть, какие виды ценных бумаг вкладывает данный негосударственный пенсионный фонд и какая доходность была получена в прошлом году, позапрошлом году в течение последних 50 лет функционирования данных негосударственных пенсионных фондов. То, что банкротство негосударственных пенсионных фондов на самом деле происходит крайне редко, потому что, еще раз повторяю, есть жесткие ограничения на вложения, то есть они не могут взять и купить акции ООО, рога и копыта. Они даже не все государственные облигации и ценные бумаги могут купить, только в перечне, которое им разрешено. Поэтому тут я, наверное, не соглашусь по поводу негосударственных пенсионных фондов. Насчет чего я могу согласиться? По поводу долгосрочных вложений. Наверное, да. Дело в том, что если бы у нас ценовая стабильность была бы предсказуема, то есть мы бы понимали, что в этом году инфляция 3,5%, на следующий год она будет 3,5%, тогда я понимаю, что я могу вложить туда-то при такой-то доходности, и это для меня будет выгодно. Потому что помимо собственных денежных средств государство мне поможет. И плюс к тому же я на свои вложения получу возврат части подоходного налога. То есть на самом-то деле доходность достаточно хорошая. Но вместе с тем, когда вот цены так прыгают, когда то одно, то второе, то пятое, десятое, при вот таких вот незафиксированных ожиданиях наших физических лиц, долгосрочные вложения, наверное, действительно, они имеют под собой такие как бы плохие основания. Я бы это так назвал. Вместе с тем, мы должны все понимать, и мы понимаем, что краткосрочные вложения – это одно. Нам нужно для того, чтобы финансировать дороги, для того, чтобы финансировать промышленность, сельское хозяйство. Нам нужны долгосрочные вложения. И поэтому государство, а в том числе и Банк России, пробует любыми способами попробовать вот эти долгосрочные инструменты для граждан, для того, чтобы они для себя поняли, надо ли это им или нет, выгодно ли это им или нет. Я бы ответил так. А нам сейчас надо выпустить рекламу, не переключаясь, буквально три минуты, потом продолжим о нововведениях в финансовом мире, которые касаются простых граждан нашей страны, ну и в том числе, конечно, Тверской области. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы говорим о финансовых нововведениях, которые касаются простых граждан, начиная с нынешнего года, и которые будут внедряться в нашу жизнь. Не все с первого мира, но постепенно. Вот еще такая вещь, как кредитные каникулы, можно брать по любым кредитным займам. Прокомментируйте, пожалуйста. Да. Дело в том, что раньше кредитные каникулы были ограниченными некими условиями. Ну, например, можно было брать кредитные каникулы не в любой ситуации, а в каких-то чрезвычайных, ну, например, с пандемией. И не для всех кредитов и займов, а только для определенных, на определенные сроки. Там был перечень специальный, да. Вот. Единственное, что без ограничения можно было брать кредитные каникулы по ипотечным кредитам. С 1 января текущего года можно отложить, теперь стало, можно отложить вот эти вот выплаты, то есть получить кредитные каникулы сроком до полугода по любым кредитам и выплатам, и займам. Да. И в данном случае не будет иметь значения, когда вы их взяли. Главное, чтобы попасть под те условия, которые позволяют предоставлять вот эти кредитные каникулы. А это какие? Как и в предыдущий раз кредитные каникулы, если доходы упали более чем на 30%, ну, например, вы встали на биржу труда, да, у вас доходы упали. Заработную плату у вас перевели на другое, там, с другой заработной платы, на другую должность в связи, там, с сокращением реорганизации, там, какой-то организации. И, действительно, там, по справкам доходы у вас упали на 30%, да, и более. Тогда можно обращаться. Если кто-то пострадал в чрезвычайной ситуации, там, пожар, наводнение, это, кстати, очень так специфически, потому что вот в прошлом году мы помним, сколько было пожаров больше, да, чем обычно, и пострадавших было, и сколько было наводнений. В одной части Российской Федерации горело, а в другой части топило. То есть, вот, для того, чтобы таким гражданам помочь отсрочить, вот, необходимость выплаты, да, вот в какой-то момент, до полугода платежей, вот, от пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Ну, и по одному и тому же кредиту или займу разрешается взять отсрочку только один раз. То есть, это надо запомнить. И что нужно еще учесть, что по разным продуктам разные лимиты или как пределы, да, той суммы, которая позволяет отсрочить платеж. То есть, если у вас оформлена кредитная карта, например, то лимит, то есть предел по ней не должен превышать 150 тысяч рублей. Если у вас автокредит, да, то размер суммы не может быть больше, чем 1 миллион 600 тысяч рублей. А по остальным кредитам и займам, займы в данном случае тоже, это те, которые мы получаем в микрофинансовых организациях, да, то сумма до 450 тысяч рублей. Вот такие условия для того, чтобы граждане смогли в тяжелый момент времени перестать платить на какое-то время по кредитам, а потом их возобновить. Лена, кстати, ну, как вы думаете, почему государство пошло сейчас на такие шаги? Вы знаете, кредитные каникулы, они хорошо себя проявили в локдаун, в пандемию. И население-то тогда вот этот вот вариант паники от ухудшившихся своих условий немножко притормозил кредитными каникулами, потому что, ну, какие-то предприятия, да, закрывались на какое-то время, какие-то предприятия отпускали в отпуск, ну, то есть какой-то перспективы в условиях ковида у населения не было. И вот тогда воспользоваться этим смогли достаточно многие. И сама форма стала, ну, понимаемой. Единственное, что смущает, это то, что тот же процент, 30 процентов сохранился, но это для номинальных доходов, то есть доходов здесь и сейчас. А для реальных доходов, которые вот соотносятся с инфляцией, которая сейчас идет, это никак не связано. Поэтому у многих, даже если доход сохранился на том же самом уровне, реально эта его наполняемость стала другой. И возможность платить по кредиту иногда бывает, ну, вот ухудшилась. Но, зная те процентные ставки, которые сейчас установлены, желание брать новых кредитов, если это только нельготные и потечные, у населения, мне кажется, уменьшилась. Поэтому, возможно, это решит проблему с закредитованностью населения. Не просто так Минфин с Центробанком решили в 2024 году разработать индекс оценки финансовой культуры населения. Вот они об этом заявили, что в 2024 году они это разработают. И там много позиций, в том числе по использованию финансовых продуктов и предоставляемых финансовых мер поддержки. Ну, правильно, потому что если население чего-то не знает, вот мне оппонировали по поводу того, что негосударственные пенсионные фонды, они же всю информацию о себе в открытый доступ размещают, но у нас не везде население может ее найти, не везде есть хорошее покрытие и хороший доступ к интернету, а иногда и просто не умеет искать информацию. Не в голову не приходит. Да. Поэтому вот оценка финансовой культуры, мне кажется, это такой вариант заземления для финансовых структур по поводу выбора инструментов, которые не просто будут предлагаться, как вот такие инновации, но которые еще будут востребованы у населения. Это же очень важно, чтобы не только финансовые структуры что-то предложили, а чтобы население этим воспользовалось. Ведь был не так давно, в 2020 году запущен многими банками такой продукт, как индивидуальный инвестиционный счет. Он и сейчас есть. И сейчас есть. И на тот момент государство по этому счету тоже предоставляло и предоставляет сейчас налоговый вычет при выводе денег на этот индивидуальный инвестиционный счет. Но в условиях, когда существенно менялись внешние факторы. Многие ценные бумаги у того же Сбербанка были бумагами иностранных компаний, где доходность по ним снижалась. Где снижалась доходность по пакету акций с индивидуальным инвестиционным счетом соотносимой и для населения это вложение не было столь прибыльным, как просто хранение денег на депозитном счете, оно опять-таки не сделало этот продукт супер востребованным, когда за ним очередь большая. Хотя государство честно проводит поддержку и предоставляет налоговый вычет. 52 тысячи это не маленькая сумма, если мы говорим о процентах. Но опять-таки индивидуальный инвестиционный он же был на три года. И в течение трех лет ты не мог снять эти денежные средства. Это опять-таки к тому, что население все равно оценивает финансовый продукт не только с позицией, что это хорошо для государства. А для государства абсолютно точно соглашусь, это хорошо, потому что в предыдущий период, ну начиная с 22-го года, в 23-м, и сейчас это будет происходить, у нас государство увеличивает социальные выплаты, а значит происходит накачка спроса деньгами в территориях различных. У регионов появляются дополнительные средства у населения. При не таком же сильном росте производства продукции или предоставления услуг у нас и идет перекос, у нас поэтому и происходит ускорение инфляции. Понятно, что финансовые структуры пытаются с этой инфляцией бороться. Как? Политика дорогих денег. 16% уже не просто так. Это привлекает население к тому, чтобы денежки ушли в сбережения под такую-то ставку, чтобы вывести их первоначально с рынка товаров и услуг. Да, но население, опасаясь обесценения их, не торопится этого делать. Долгосрочное вложение – это тоже попытка государства сбалансировать сейчас ситуацию на денежном рынке у Российской Федерации. Но население… Есть две теории ожиданий, которые получили Нобелевскую премию по экономике за их разработку. Когда есть адаптивные ожидания, то есть мы смотрим на ситуацию, мы сравниваем ее с предыдущим периодом и говорим, ой, а уже такое было, нам обещали, а вот и действуем, исходя из-за этой ситуации. И рациональные. Рациональные тоже очень понятные, потому что мы через них проходим традиционно в условиях, когда возникает ажиотажный спрос. Почему гречу называют русским продуктом? Потому что народ в условиях, когда ожидает роста цен, он начинает закупать продукты длительного хранения. Ну, греча хранится хорошо. А если у нас еще кто-то… Греча, соль, сахар. Да. Не, ну соль, сахар, оно обычно сильно не дорожает, а вот греча – это самый русский продукт называют. А если еще выйдет кто-то из представителей правительства и скажет, паники не должно быть. У нас подписан межправительственный договор. Будет поставка гречи из Китая. Вот как только это сказали, значит, абсолютно точно греча с полок пропадет и торговые центры увеличат цену, чтобы снять ажиотажный спрос. Это очень понятный вариант, это рациональное ожидание. Народу сказали, что не будет. Значит, наше финансовое будет. Поэтому, да, у финансовых продуктов есть большая специфика. Они опираются на финансовую культуру, то есть понимание того, с чем будет связано их использование. Я думаю, что такое мне интересно нововведение, что разрешать или не разрешать компаниям использовать нашу биометрию через госуслуги теперь. Вот возможность такая будет. Почему? Я добавлю только два слова по поводу кредитных каникул. Дело в том, что кредитные каникулы, еще раз, мы подтвердили, что получили широкое распространение и активно пользовались наши граждане этим инструментом. И в связи с тем, что были, как бы сказать, нарекания, что не все охватывают эти кредитные каникулы. Вот как раз поэтому было и расширение. То есть это как раз в пику тех предложений, которые граждане сами и высказывали. Поэтому их и расширили, эти кредитные каникулы, дав возможность и кредитным организациям отчитываться, не, как бы сказать, снижая своей эффективности. Потому что, сами понимаете, когда кто-то не может платить по кредитам, то, соответственно, возрастают соответствующие фонды. И эти деньги извлекаются от кредитных организаций из оборота и служат для резерва на покрытие вот этих вот возможных потерь. И тут вот специально были разработаны такие методы, которые расширяют полномочия кредитных организаций не создавать такие дополнительные фонды, а пользоваться вот этими вот льготами. То есть это как бы, и еще раз повторяю, в кипу тех предложений, которые сделали граждан. По поводу биометрии. Сегодня мы идем к цифровой экономике, мы идем к цифровым продуктам, мы идем полностью к тому, чтобы облегчить нашим гражданам пользоваться те или иными инструментами банковскими. И не только банковскими. И вот биометрия как раз-таки один из элементов, который позволяет, да, более легко и просто пользоваться в том числе банковскими продуктами. И кредитные организации, ну и закон, который разрешил использовать биометрию, и кредитные организации, и не только кредитные организации, финансовые учреждения используют биометрию для идентификации граждан. Поэтому вот это вот, как бы сказать, есть две стороны, опять же, этого процесса, да, есть облегчение, а есть с другой стороны боязнь, как мы вот сейчас вот, да, уже несколько вопросов посмотрели, то есть есть положительные элементы, есть отрицательные элементы. То есть для того, чтобы вовлечь граждан более широко в использование биометрии, нужно сделать так, чтобы бы по каким-то там простым, несложным, часто встречающимся проблемам, да, или проблемным вопросам, лучше так сказать, вот эта вот биометрия бы могла либо применяться, кто хочет, либо не применяться. Вот поэтому эту биометрию стали как бы через портал госуслуги управлять ей. То есть если вы сдали где-то биометрию, то вы можете для себя определить, где вы можете пользоваться этой биометрией, а где ей пользоваться нельзя. Если вы не хотите получать кредиты, да, с использованием биометрии, а только чтобы вы пришли, вы ставите соответствующую галочку разрешения запрет на сайте, на портале госуслуг, и, соответственно, эта биометрия не будет применяться в этих случаях. То есть нужно не только сам факт, что есть новый инструмент, инструмент, а еще управление этим инструментом. Вот для первые годы, когда биометрия внедрялась, был как раз таки вот спрос на то, что вот здесь я хочу применять, а вот здесь я не хочу применять. Для того, чтобы возможность была, вот как раз таки стали использовать эту биометрию, управление этой биометрией. Анна, скажите, вот такой вопрос у моих граждан возникает, особенно в провинции, что называется, в маленьких населенных пунктах. Все больше пропагандирую, сказал бы, онлайн платежи, безналичные деньги, но банкоматов становится меньше, а при этом интернет далеко не везде у нас хорошо пашет, что называется. И поэтому где при случае взять наличные деньги, да в том числе и жителю крупного города, который приехал в столицу, наоборот, в провинцию, вообще в населенный пункт, где-нибудь в деревне, хочет у местного рыбака купить рыбы, а терминал средства рыбака нет, а у гражданин только карточка. Да, наблюдается на самом деле сейчас тенденция уменьшения банкоматов, уменьшения офисов банков. И вот, чтобы решить эту проблему, с 2019 года существует сервис наличный на кассе. Он позволяет одновременно с покупкой снять на кассе магазина или автозаправочной станции небольшую сумму со своей платежной карты. Небольшой от какого? Лимит это не более 5000 рублей в день и не более 30 тысяч в месяц. Такая услуга доступна с любых дебетовых карт, по кредитным картам пока воспользоваться сервисом наличным на кассе нельзя. Этот сервис на данный момент предоставляют около 33 700 торгово-сервисных предприятий. Это по Тверской области. Это магазины, автозаправочные станции, аптеки. Также 27% из этого числа находятся именно в сельской местности, потому что именно там ощущается острая нехватка банкоматов и офисов банков. Только за первое полугодие 2023 года проведено свыше 5,6 миллионов операций по выдаче наличных с карт. То есть эта услуга востребована. И на сумму свыше 11 миллиардов рублей. Миллиардов? Да. Средняя сумма выдачи составила около 2000 рублей. Ну классика жанра. Да. И данная услуга, она дает возможность магазинам повысить свою привлекательность для покупателей, а также снизить расходы на инкассацию, соответственно. Ну и для банков это выгодно, так как она позволяет обеспечить возможность снятия наличных денег в населенных пунктах жителям, а также привлечь новых клиентов на зарплатные проекты. А самое главное, а как человеку опознать магазин, что здесь или касса, неважно, что здесь можно снять, что значок какой-то, какое-то условное слово надо сказать. Да, как правило, в таких местах на кассах размещаются специальные наклейки, что здесь можно снять наличные на кассе. Но если такая наклейка отсутствует, необходимо у продавца перед совершением покупки уточнить, возможно ли снять наличные. А каков механизм? Приходит человек на кассу, что дальше? Приходит человек на кассу, озвучивает необходимую сумму. Говорит, здравствуй, барышня, не было бы 2000 рублей бы снять. Да, но нужно совершить обязательно покупку на любую сумму. На рубль? Да, даже на рубль. Ну сейчас на рубль ничего не купить. Ну хлебушка купить сначала, да. И если наличные в кассе необходимые... Потом он протягивает свою карточку банковскую, да? Да, он совершает покупку и вот эта сумма выдачи наличных, она также будет включена в чек. Но самое главное, перед тем, как воспользоваться этим сервисом, надо уточнить, есть ли такая сумма на карте. Потому что, в отличие от банкоматов, не получится узнать баланс на кассе магазина. А человек может, соответственно, поскольку, как мы уже говорили, в сельское место сказать, мне бы 100 рублевками, к примеру. Да, да. То есть, если необходимые номиналы будут, которые необходимы человеку, то, естественно, ему выдадут в тех купюрах, которые ему необходимы. Но если ему понадобилось 6 тысяч, да, 6 тысяч нельзя, только 5 тысяч. То 6 ему не дадут. А если он вот батон купил 5... А, в день. В день. В день. А с утра потом еще тысячи, если что, да, можно приближать. Не, 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 это на следующий день. На следующий день. Нет, до 12 и после 12 можно купить. Если круглосуточно работает, тогда можно по 5 тысяч. Короче, у круглосуточных магазинов есть большое преимущество. Ну, в основном-то такую услугу реализуют торговые сети. Потому что «Магнит», «Пятерочка» — это магазины, в которых абсолютно точно такая услуга развита. И они обычно никаких проблем не возникают. У них и кассиры, которые на кассах работают, в курсе. Здесь же еще надо, чтобы очень хорошо и быстро и оперативно отработали кассиры в реальном магазине. Поэтому, да, «Магнит» и «Пятерочка», мне кажется, это та сеть, через которую такая услуга идет очень широко. Единственное, я говорю, проблема — это 5 тысяч в день. То есть, если тебе понадобилось 6, банкомата нет, ты пришел в этот магазин, ориентируясь на то, что банкомат там раньше стоял, то ты снимешь только 5 тысяч. Но, с другой стороны, Галина Константиновна, вот как правильно сказали, услуга рассчитана в первую очередь на провинцию. А тема, самый случай, когда нужно купить там, ну, грибы, ну, грубо говоря, хорошо, батон, колбасу и так далее. Все-таки на сумму больше 5 тысяч, это мы привыкли, люди из Астана, что называется, в крупных гипермаркетах, в больших городах. Скорее всего, что если вы покупаете там хлеб, колбасу, то вы купите это и безналично. Это, скорее всего, вы покупаете что-то из местной продукции, фермерской продукции, у которых нету еще платежных терминалов. Да, у тех бабушек, дедушек, которые продают, допустим, как вы сказали, грибы, опять же, могут продавать, допустим, какие-нибудь туристические вещи. Поэтому, да, это именно на это рассчитано, чтобы у вас была небольшая сумма. Фермерская продукция может стоить больше 5 тысяч. На самом деле, да, да. Экологически чистая, да, какой-нибудь сыр с плесенью. Хамон тверской. Тут придется пока карточкой, а там приехать в следующий раз. И вот Банк России даже разработал пошаговую инструкцию, которая поможет банкам и торговым точкам правильно подготовиться к оказанию услуги наличной на кассе, заключить необходимые договоры, обучить персонал и доработать программное обеспечение. Потому что часто бывают случаи, когда кассиры просто не знают, как оказать. Да, важный момент, правильно. На самом деле, это очень замечательная услуга в сельской местности, где нет достаточно хорошего покрытия, потому что магазинов все равно все-таки пытаются это сделать, какую-то связь, чтобы передавать кассовые фискальные чеки в налоговую, чтобы обеспечить себе вариант подключения к сети и в этом случае возможность работать с картой. Но здесь же еще вариант замечательный какой. Тебе в магазине ты можешь и картой оплатить, и денег с ним. Если бы с такой возможностью с покрытием работали еще автолавки, когда в населенные пункты, где численность постоянно проживающих жителей небольшая, раз там в две недели приезжает автолавка, понятно, что банкомат в такой населенный пункт не установить. А вот если была возможность реализовать эту услугу через нестационарные торговые сети, было бы вообще замечательно. Потому что в таких населенных пунктах наличные деньги – это все. А у нас и пенсионный фонд, и многие социальные пособия, они платятся безналичным образом на карту. Либо через Почту России. Либо через Почту России. На самом деле лавки, которые выезжают, если есть покрытие интернета в этой местности, тогда этот механизм можно в том числе использовать. Если нет такого механизма, то обычно есть немножко другой способ. У нас отдельные тот же Почта России на своих территориях, где есть у них отделение по территориям, они в том числе предоставляют услуги, в данном случае Почта Банка. Другие кредитные организации точно так же выходят, и у них есть некие такие программы, удаленный менеджер, еще как-то называется. И смысл это как раз таки в том, чтобы в такие населенные пункты, где нет терминалов, банкоматов, выходили дополнительно люди. Ну, допустим, вместе с МФЦ. МФЦ может ездить и вместе с кредитными организациями. И как раз таки оказывать банковские услуги, и в том числе снимать небольшую сумму наличных денег. Но вот у Почта Банка там побольше, потому что она с Почты России, с Почты Банком у них конгломерат. А вот остальные, да, могут использовать такую. Действительно, для финансовой доступности это здорово. Но есть один нюанс. МФЦ, мобильные бригады выезжают, это когда жителям нужны их услуги. А значит, они, эти жители, должны знать, что такая возможность для них существует. Например, через мобильную бригаду МФЦ, да, снять определенную сумму у финансовой организации денежных наличностей. Это важно. Это особая работа с населением должна быть, в том числе и МФЦ. Но все равно прекрасная возможность, как вы говорили, особенно купить какие-то местные продукты, снять наличные. Как вы слышали, вот Анна рассказала, большое количество точек Тверской области есть, где можно снять наличные, где-нибудь находясь в сельской местности, потому что, граждане, вы можете смело идти по сельской местности в ближайшем орешнике за новой метлой. Замечательная услуга. Анна, скажите, а вот еще, как у нас в нынешнем году дальше будет развиваться вот эта система быстрых платежей, которая активно внедряется? Да, очень удобный сервис. Я и сама активно им пользуюсь. То есть он позволяет совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно, без выходных и праздников. Данная система разработана Банком России совместно с Акционерным обществом Национальная система платежных карт. Список банков, которые подключены к данной системе, также на сайте НСПК размещается. На текущий момент свыше 220 банков подключены к системе быстрых платежей. Отличие от других межбанковских переводов этой системы в том, что списание денежных средств со счета на счет происходит мгновенно. То есть сервис работает в круглосуточном режиме. И кроме того, для перевода достаточно знать номер телефона получателя и наименование банка. То есть ошибиться в переводе как бы риски сводятся к минимуму. Что важно очень. Да. Что из нововведений? То есть граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через систему быстрых платежей. А раньше как было? 100 тысяч. Ого. Да. И данный лимит начнет действовать с 1 мая 2024 года. Вот ваш момент. Не с 1 января, дорогие телезрители, с 1 мая. Одновременно со вступлением в силу соответствующего закона. Важно отметить, что размер переводов без комиссии одного гражданина другому останется прежним. 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия также не изменится. 0,5% от суммы переводов, но не более полутора тысяч рублей. Это для юридических лиц. Между физическими лицами. А, это свыше 100 тысяч рублей. Да, C2C перевода. И кроме того, с 1 апреля 2024 года регулятор также освободил банки от уплаты комиссии Банку России по ряду операций в системе быстрых платежей. Например, нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кэшбэка, а также за возврат такого кэшбэка продавцу при отказе от покупки. Это позволит сделать программу лояльности системы быстрых платежей более привлекательной не только для торговых точек, но и для обслуживающих их банков. Хочу напомнить, что в системе быстрых платежей до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, когда они не платят комиссию регулятору за переводы между гражданами. И Банк России принял решение навсегда отменить комиссию для этих операций. Можно я тогда напомню по поводу сайта? Значит, сайт НСПК, на него можно выйти через сайт Банка России, что проще, www.cbr.ru, листаете, и там прямо будет логотип карты МИР, НСПК. Переходите и вот как раз таки автоматически попадете на сайт АОНСПК, где вы можете посмотреть перечень банков свыше 220 банков из 300 с лишним, которые есть. Да, и тарифы там можете найти как для физических лиц, так и для юридических лиц. Следующее. По поводу, мы говорили, 220 кредитных организаций. Эти 220 кредитных организаций, они покрывают 99,9 в периоде всех операций, всех банков, которые работают с банковскими картами, то есть те, которые могут осуществлять банковские переводы. Там остались только те кредитные организации, которые активно не используют банковские карты. У нас они в перечень в этот и не входят. Они не подключены к системе быстрых платежей. Кроме переводов денежных средств, в прошлом году уже разрешено было и оно реализовано. Оплата в торговых точках по системе СБП. И сейчас эта оплата в том числе активно принимается. А как физически происходит? Вы приходите в магазин, если магазин принимает через систему быстрых платежей, то вы с помощью либо своего банковского приложения, либо приложения СБП, так вы называете, сканируете QR-код, либо считываете... То есть надо зайти в приложение на кассе, мне все пробили, всю курску, башу и так далее. Все пробили и высвечивают, либо у вас статический QR-код для оплаты через СБП, либо у вас на экране терминала формируется QR-код для оплаты через СБП. Либо есть наклейка... Вы открываете смартфон, да. У вас сразу же, если вы загружаете, допустим, специальную программу, СБП, так называется, то она, если у вас загружена все время в памяти, вы либо считываете ли QR-код, либо прислоняете через NFC-метку к метке, которая находится на каком-то выделенном участке рядом с кассой, да, и у вас срабатывает, и оплата происходит. А что это дает, в отличие от привычного оплаты, когда мы подносим карточку? Ну, это вот даже выгодно для самих торговых точек, иногда даже они сами просят оплатить по СБП. Почему? Потому что для них обходится дешевле, да, чем прием платежей через банковский терминал. То есть за оплату банковской картой комиссия где-то 3%, а если... С гипермаркета? С любой операции. С любой операции. Для торговой точки. Для любой торговой точки, да. А если через СБП, то комиссия от 0,4 до 0,7%. А для гражданина? Бесплатно. По-любому? По-любому. То есть это выгодно, в первую очередь, торговому точку? Кроме того, помимо тарифов, вы можете, не брав с собой ни карточку, ни наличные деньги, а имея только смартфон, расплатиться в магазине. Клин, кстати, скажите, вот на ваш взгляд, вот это СБП, вот, то есть сплошные выгоды. Как мы слышали, из 300 банков 220 уже. А не убьет ли в итоге это платежи обычные, к которым мы привыкли за все эти годы? То есть не останется ли только СБП, раз она такая удобная и для торговых точек, и для граждан? Мы говорили, что любой продукт имеет свои плюсы и минусы. В каждом свинстве кусочек ветчины, но кусочек ветчины и свинство. Мы же понимаем прекрасно, что вот этот быстрый перевод по номеру телефона, это то, чем сейчас пользуются финансовые мошенники, например. И новации, которые в 2024 году, они будут реально, они же связаны с тем, что будет определенная защита вводиться банками, да, при проведении операции до двух дней может задержаться. Так, подождите, можно я тогда поясню? Да. Значит, вот в данном случае, с точки зрения мошеннических операций, что перевод по банковской карте, что перевод через систему СБП, он в принципе ничем не отличается. Механизм, который был принят в прошлом году, он какой? Все кредитные организации, ну, во-первых, у нас централизовалась база данных мошеннических операций между Банком России и МВД. Мы уже выступали с данным материалом, да, и вот в прошлом году как раз произошла вот эта вот централизация. То есть ситуация какая? У нас в Банке России есть такое подразделение, которое называется Финцерт. Оно собирает все, как бы сказать, данные от кредитных организаций, от любых финансовых организаций, и в том числе имеет доступ к данным МВД, а МВД имеет данные доступу к нашей базе. То есть база как бы такая единая, можно сказать, хоть и распределенная. Вот. В этой базе есть перечень тех операций, которые совершены с мошенническим подтекстом. Там есть и номера счетов, и номера банковских карт, и наименование или перечень клиентов, которые это совершили. В общем, там большой объем информации. Так вот, ситуация какая? Что кредитная организация при совершении операции обязана сейчас смотреть в эту базу. Если в этой базе есть информация, которая противоречит, что нельзя переводить денежные средства, а она перевела, то кредитная организация в полном объеме при обращении гражданина, возвращает эти денежные средства на счет этого клиента, который перевел, сделал перевод. Точно так же и банк получателя. Когда он получает денежные средства, он обращается к этой базе. Если получательный средств в этой базе есть, либо что-то, что вот в перечне, номер счета, номер банковской карты, наименование клиента есть, то он блокируется. И этому клиенту сообщение приходит, что он должен прийти с паспортом для того, чтобы получить эти денежные средства. По поводу вот этих двух дней, да, ситуация какая? Если любая кредитная организация, у нее есть специальная программа, так называемая антифрода, то есть это программа, которая предотвращает воровство денежных средств. Если клиент поступает нестандартно, каким-то способом, но никогда не направленный, вдруг раз и направляет куда-то там большой платеж, то вот эта кредитная организация имеет право останавливать до двух дней, до двух дней, потому что в течение трех дней должен быть совершен платеж, перевод этих денежных средств. В это время кредитная организация обязана запросить клиента, действительно ли он подтверждает, это он переводит. Это прям по телефону происходит? Да. Да. То есть он должен позвонить, сказать, что вот такая-то банка, организация, такой-то платеж вы совершаете. Вы подтверждаете или нет? Это может быть признаком мошенничества. Если вы подтверждаете, то платеж проходит. Если вы не подтверждаете либо какие-то, то платеж останавливается. По истечению двух дней, если кредитная организация или финансовая организация не смогла с вами связаться, то платеж просто проходит. Вот. Но на той стороне он останавливается. То есть в принципе, что СБП, что банковские карты, они как бы по большому счету в этом механизме в едином. То есть тут никуда не деться, и он одинаковый. Он как бы не может либо ускорить, либо сократить увод денежных средств мошенниками. Но вот вместе с тем есть другой механизм. А для чего сделано СБП? Это сделано для того, чтобы просто увеличить, как бы сказать, уровень соперничества кредитных организаций на этом рынке. Потому что раньше были монополисты. Они вот переводили, у них были свои тарифы, они были достаточно высокие, и граждане все время как бы жаловались, что вот они свои денежные средства переводят даже иногда сами себе из одного банка в другой банк. И за это платят бешеные комиссии. И как бы сделать так, чтобы вот этих вот проблем не было. И для того, чтобы увеличить конкуренцию, были разработаны вот эти вот быстрые платежи. То есть и второе, это скорость. Конечно, скорость, она большая. Если мы вот по системе быстрых платежей, то, что говорила Анна, можно сказать, что максимальное время перевода денежных средств со счета плательщика на счет получателя, чтобы это там физическое лицо, физическое, или оплата в магазин, это не более 15 секунд. По факту, если мы посмотрим текущее состояние дел, то это менее трех секунд. То есть вы направляете, через три секунды деньги уже у вас. В любом случае они у вас. И вы можете ими вот прямо через три секунды пользоваться. Не надо долго ждать. А раньше иногда ситуация была такая, что этот денежный перевод, он длился достаточно долго. Ладно, если он в одном банке, там понятно, что можно с одного счета в одной базе переписать на другой счет в одной базе. А когда межбанковские переводы, тогда надо было денежные средства с одного банка перевести на счет другого банка. И вот это вот занимает по закону не более трех дней. Кредитные организации раньше, сейчас такого нету, раньше пользовались вот этим вот механизмом, оставляли себе эти средства там на сколько-то до трех дней, чтобы пользоваться вот этим бесплатным ресурсом. Для того, чтобы не было вот этих вот махинаций, для того, чтобы конкуренция, когда люди понимают, что если они там через три секунды деньги от одного придут к другому, а не два дня они будут переводиться, понятно, какой механизм они выберут. Вот, это вот только для этого было. Для ускорения, короче, к сожалению, с большой скоростью пролетел и наш эфир, была программа «Тема дня», говорили о финансовых нововведениях наступившего года, которые уже вступают в силу, которые вступят, как вы слышали, вот Анна говорила, с 1 апреля, с 1 мая тоже обращать на это внимание. Все, как говорится, подробности вы можете узнать на сайте Центробанка, к примеру, если вы что-то не до конца поняли, если вы по срокам что-то подзабыли уже все можно узнать, поэтому интересуйтесь, нововведение очень интересное, самое главное, полезное. Спасибо большое, уважаемые гости, это была программа «Тема дня», всего хорошего вам в финансовом плане в наступившем году.